Мы журналисты, также приветствую нашу интернет-аудиторию, которая следит за нашей трансляцией в сети интернет. Начинаем работу нашей пресс-конференции. Напоминаю, тема нашего мероприятия — это 50-летие «Зубрёнка». Обсуждаем с вами опыт формирования уникального воспитательного оздоровительного объекта и центра международной детской дипломатии. Я с удовольствием представляю участников нашей пресс-конференции. Итак, с нами сегодня работает Надежда Геннадьевна Ануфриева, директор учреждения образования Национальный детский образовательный оздоровительный центр «Зубрёнок». Лариса Васильевна Емельянчик, консультант управления социально-воспитательной и идеологической работы Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования, а также секретарь Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию «Зубрёнка». Кроме того, за столом с нами сидит Иван Григорьевич Вобещевич, певец, музыкант, шоумен, воспитанник, ранее отдыхавший в НДЦ «Зубрёнок». И Владимир Владимирович Фалеев, заместитель главного редактора учреждения редакции газеты «Наставницкая газета», сотрудник ранее работавшей в «Зубрёнке». Коллеги, регламент пресс-конференции 45 минут. У нас подготовлены небольшие выступления наших участников. Потом, если у вас останутся вопросы, сможете их озвучить. Лариса Васильевна, вам первое слово. Пожалуйста. Уважаемые участники пресс-конференции, уважаемые коллеги, в этом году система образования, система детского отдыха и оздоровления переживает знаменательное событие. 17 августа 2019 года исполняется 50 лет со дня открытия Национального детско-образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок». Он тогда назывался просто «Оздоровительный лагерь», но это не меняет содержание его работы. Сегодня НДЦ «Зубрёнок» является флагманом детского отдыха и оздоровления в стране и по праву снискал славу и на международной арене, об этом я скажу чуть ниже. Распоряжением премьер-министра в этом году утвержден республиканский состав Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 50-летию «Зубрёнка». Разработан в ходе подготовительной работы план основных мероприятий, который утвержден председателем Республиканского Оргкомитета Игорем Васильевичем Карпенко. Проведено первое заседание Республиканского Оргкомитета. В его состав вошли представители Министерства культуры, Министерства информации, Белтелерадиокомпании, Министерства спорта и туризма и других государственных организаций и ведомств. В ходе заседания Республиканского Оргкомитета были обсуждены самые насущные вопросы по организации проведения праздничных мероприятий «Зубрёнки». Более подробно об этой, так скажем, кухне расскажет нам Надежда Геннадьевна Ануфриева. Я хочу сказать лишь еще о том, что учреждение образования «Зубрёнок», он по своей сути является уникальным учреждением, в котором сочетается и образовательный процесс, и оздоровительный, и, так скажем, процесс воспитания гражданина и патриота своей страны. И эффективность этой работы, она подтверждена на протяжении всех 50 лет, и, наверное, таким вот завершающим аккордом станут не только те праздничные мероприятия, которые пройдут в «Зубрёнке», но и планируется издание уникальной книги о системе образования, оздоровления, воспитания в МДЦ «Зубрёнок». Потому что на протяжении 50-летней истории в «Зубрёнок» действительно направлялись те дети, которые достигали высоких показателей в общественной работе, учебной работе, то есть лучшие из лучших. И, наверное, не случайно сегодня среди членов, среди участников пресс-конференции находится и, будем говорить, звезда белорусской эстрады Иван Вобещевич. Он был неоднократно, отдыхал в «Зубрёнке» и сейчас является частым гостем в этом лагере. И можно назвать еще ряд других выдающихся спортсменов, музыкантов, которые являются поистину друзьями «Зубрёнка». Конечно, вот в ходе этих праздничных мероприятий в августе мы надеемся, что все они примут активное участие в проведении этих мероприятий. Сегодня уникальность этого учреждения образования заключается и в том, что в последние годы «Зубрёнок» активно работает и на международной арене. Более отдыхают в «Зубрёнке» представители более 43 зарубежных стран. А начиная с 2012 года по приглашению главы государства в «Зубрёнке» в начале 2012 года впервые отдохнули японские дети. Они и продолжают приезжать в «Зубрёнок». И в этом году, как раз в этот, наверное, период они будут отдыхать в «Зубрёнке». Несколько лет назад по приглашению главы государства впервые в «Зубрёнке» отдыхали сирийские дети. И в этом году они также будут отдыхать в этом учреждении. Китайские, и в этом году, если я не ошибаюсь, планируется принять 8 стран детей на отдых в «Зубрёнке». А вообще в «Зубрёнке» ежегодно отдыхает более 16 тысяч человек. То есть практически каждую смену 1200 детей, а то и больше, как уж так сказать там получается. Поэтому, безусловно, Центр вот за эту свою многолетнюю, плодотворную, многогранную деятельность был награжден, как и Надежда Геннадьевна получила медаль за трудовые заслуги, так и сам трудовой коллектив Центра в 2015 году был награжден премией президента Республики Беларусь за духовное возрождение. И это оценка его высокой деятельности, нашего уважаемого Центра, который любят ребятишки со всей страны. Вот буквально сегодня завершается конкурс, известный конкурс «Я знаю», и уже в ближайшие смены будет предложено победителям этого конкурса отдохнуть в «Зубрёнке», ну и, так сказать, проявить и там свои таланты. Поэтому мы надеемся, что «Зубрёнок» в этот подготовительный период станет действительно объектом и вашего пристального внимания, уважаемые журналисты. Потому что сегодня уникальность «Зубрёнка» не только в том, о чём я сказала выше, но и «Зубрёнок» — это Центр, который обеспечивает методическое сопровождение, научно-методическое всей системы детского отдыха и оздоровления. И поистину является инновационной площадкой по многим-многим направлениям для одарённых детей. К тому же, наверное, Надежда Геннадьевна немножко приоткроет эти секреты. Поэтому мы всех вас приглашаем принимать самое активное участие в подготовке и проведении этой замечательной даты, этого прекрасного юбилея. Спасибо. — Благодарю вас, Надежда Геннадьевна. Пожалуйста, вам слово. — Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо всем журналистам, кто пришёл на эту пресс-конференцию, кто заинтересовался нашей историей и нашей знаменательной датой. Как уже было сказано, «Зубрёнок» первую свою дату, линейку торжественную, провёл 17 августа. Но история немножко раньше началась, естественно, с решения о строительстве. Как раз где-то в 60-х годах уже начиналось строительство лагеря для Минской области, но затем постановлением Совета министров было принято решение о передаче эти строящегося объекта, затем через год было принято решение о передаче лагеря «Звёздочка» из Датского дома «Звезда». И таким образом вот из этих двух объектов начинался «Зубрёнок» 50 лет назад. Как быстро пролетело время, но «Зубрёнок», вы понимаете, это то место и то учреждение, которое всегда молодо. Поэтому у нас есть очень важный тезис. Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза по 15. Потому что наши граждане нашей страны детства, мы ещё так называем «Зубрёнок», это дети младшего школьного возраста, в летний период чаще, а в течение года это подростки и старшие школьники. Всего за 50 лет своей истории более полумиллиона детей отдохнуло в «Зубрёнке». Вначале он принимал немного детей, где-то было уже даже в средние такие годы по 480, потом по 600, 700. Сейчас вот мы принимаем уже вместо 6 тысяч, как ранее принимали, 16 тысяч детей. Для этого, естественно, лагерь развивался. Сегодня это современная инфраструктура, и я не побоюсь сказать, потому что побывала во многих международных лагерях. Это структура европейского, мирового класса в плане вообще, значит, архитектуры, в плане благоустройства, в плане условий, созданных для детей. Главная наша задача, чтобы первое – создать условия, которые были бы приближены к семейным. Чем отличается «Зубрёнок» от многих учреждений? Это особенно, все это отмечают всегда, это созданная атмосфера. Говоря педагогическим языком, это атмосфера педагогического взаимодействия на уровне воспитанник и воспитатель, на уровне воспитатель-воспитатель, воспитанник-воспитанник, воспитатель-учитель и так далее. Потому что на короткий период, продолжительностью на 18-21 день, а раньше было это и по 30, и по 24 дня, замещается ближайшее окружение ребёнка, и вокруг него уже специально созданная педагогическая среда. Вот именно создание этой среды мы посвящаем очень много времени. Но возвращаясь к истории, хочу сказать, что когда появились такие лагеря в России уже, в Украине, то, естественно, каждая республика бывшего Советского Союза мечтала о том, чтобы такой же центр, такой лагерь был и в Белоруссии. И вот, конечно, не без согласия и не без желания большого Петра Мироновича Машерова было такое принято решение. Поручено было, это как и везде, ЦК ЛКСМБ, комсомол занимался. Первый секретарь, который как бы открывал центр, это был Жабицкий, первый секретарь ЦК ЛКСМБ. И закладывались основы, закладывались основы такие во всех лагерях. Потом исторически сложилось так, что республиканский пионерский лагерь, как он назывался, Зубрёнок, созданный для пионерского актива, вот переживал определенные трудности, как и переживала наша страна. В переходный период, когда Беларусь только обрела свою независимость, стала суверенным государством, естественно, это происходило ломковоспитательной системы. Если в самом начале главными жителями нашей страны детства, это были председатели Совета дружин, юные знаменосцы, барабанщики, гарнисты, юнкоры, это были юно-армейцы, это были члены пионерских советов районного уровня областного, республиканского, главная категория актива, а также были юные экологи и многие другие категории детского актива, то изменилась парадигма воспитательная, и поэтому Зубрёнок искал свой путь. И вот с этого момента все наши побратимы лагеря, такие как Орлёнок, например, или Океан в Российской Федерации, или Зеркальный еще лагерь, каждый из нас пошел своим путем и уже формировал свою систему. И оказалось, что система именно работы очень жизнестойкой. И вот даже в трудный период все равно Зубрёнок сохранил свой авторитет, было всегда во все времена, во все самые сложные годы, огромное желание детей поехать в Зубрёнок. Это воспринималось как награда. И сейчас мы приглашаем на отдых в Зубрёнок актив детский, детей, которые добились каких-то уже значимых, пусть еще небольшой своей жизни, но значимых успехов в различных видах социальной активной деятельности. Это и отличники учебы, это дети, занимающиеся результативно какими-то видами творчества, это и наши юные спортсмены, это вообще 40 различных категорий детского актива сегодня. И мы за год реализуем 50 смен, 50 программ различной направленности. Как уже говорила Лариса Васильевна, сегодня Зубрёнок – это центр многопрофильный. И многопрофильность наша состоит именно в том, что мы реализуем разные программы, программы общего среднего образования, потому что у нас в течение учебного года работает школа, которая также занимается не только обучением детей конкретным предметом, но и ведет широкомасштабную такую деятельность по исследовательской работе. Сегодня мы открыли интересное отделение в лидер-клубе, которое называется «Юниор Плюс». Это, по сути дела, мини-технопарк. Мы имеем современные лаборатории, экологическую, химическую, физическую. Мы имеем сегодня лаборатории по робототехнике, по виртуальной и дополненной реальности. Сейчас мы строим умный экодом демонстрационный совместно с Минприродой по программе «Про ООН». То есть образовательная составляющая, она как всегда была сильной, так и остается. Кроме того, мы реализуем программу, как уже было сказано, оздоровления. И оздоровление это происходит уже не так, как ранее, например, в основном это природными факторами, потому что мы располагаемся в рекреационной курортной зоне, и это всегда было и есть, и будет. Но кроме этого мы реконструировали медицинскую часть, и сегодня мы проводим специальные оздоровительные комплексы, укрепляем детскую осанку, укрепляем иммунитет, работаем с детьми, которые с ослабленным зрением, вот сейчас развиваем это направление, лабораторную базу создаем. То есть есть программа, которая имеет самостоятельное значение, это «10 шагов к здоровью». Во-первых, это тоже высокая двигательная активность, сбалансированное питание, это водный режим соответствующий. Программа отдыха. Всегда понятно, что детям нужны досуговые программы. Именно здесь они открываются наилучшим образом, поэтому это тоже одно из важнейших направлений. Это уже шоу-программы, которым 50 лет, например, можно сказать, что фестиваль искусств, мы даже название не меняли, пытались как-то там называть по-разному, но сколько талантов выявил этот фестиваль искусств. Некоторые дети едут специально для того, чтобы поучаствовать в нем. Но кроме этого, это направление дополнилось проведением вот уже на протяжении более 10 лет фестиваля «Юные таланты Беларуси», где дети получают дипломы Министерства образования. И многие дети, которые начинали на нашем фестивале искусств, нашей программе «Юные таланты Беларуси», штурмуют вершины Евровидения. И практически все, кто участвовал в Евровидении, они сначала были участниками наших смен, участниками наших фестивалей. И даже есть такие курьезные случаи, которые есть победители в фестивале Евровидения, а у нас второе место было. Наша жюри неправильно посмотрела на этого участника. Поэтому, значит, вот это направление. Но, конечно, краеугольным камнем всей нашей системы и международной деятельности в том числе является наша уникальная воспитательная система. В чем ее уникальность? Мы уже говорили, это эффективность в разные периоды, исторические периоды нашей деятельности. Это создается специальная такая система, где главенствует молодость. Вот у нас воспитатели это в основном до 26 лет. Это люди подвижные, энергичные. Это люди, у которых у самих еще много амбиций, и они хотят реализоваться сами. Во-вторых, это люди, которые обладают важным, на мой взгляд, педагогическим приемом. Это память детства. Они еще сами недавно были молодыми и такими же, как дети. И они помнят свои желания, отчаяния и реакции на многие вопросы. Но и плюс вот к этой молодости добавляются интересные романтические такие формы работы. Это был всегда пионерский костер. Он и остался сейчас. Костер как объединяющий символ. Когда каждый вечер у костра отряд 25 человек делится своими впечатлениями, планирует свою жизнь на завтра, обсуждает нравственные беседы, много разговаривают. Вот вообще как бы разговор с детьми, между детьми, это тоже очень важная часть нашей воспитательной системы. Вот вы все задумываетесь, сколько мы могут родители дома посвятить разговорам с детьми при своей занятости. В школе, когда учитель тоже занят преподаванием предмета. А вот это во главе угла, когда ребенок может открыть свою душу. И не случайно большинство детей говорят, что воспитатель стал для них не просто воспитателем, а товарищем и другом. Вот спросите Ивана Вобещевича, он знает хорошо фамилию своего воспитателя. Да. И очень многие, да, и очень многие знают и помнят, через всю жизнь проносят. Многие принесли, но поскромничали. Вот Лариса Васильевна тоже была воспитанницей Зубренко. И вот у нее хранится тетрадка с зубрятскими песнями. Нам прислали некоторые при подготовке свои альбомы, в которых все награды, все дипломы. То есть вот эта память через всю жизнь. Поэтому эффективность подтверждается еще тем, что многие из воспитанников добились жизни значительных успехов. Я как-то разговаривала с Владимиром Владимировичем Макеем, министром иностранных дел. Он получил путевку в Зубренок, став победителем конкурса всесоюзного сочинений. И он с такой теплотой вспоминает эти моменты. Вот как конкурс проводился, как его наградили, как он приехал, как сложились отношения. И среди многих общественных деятелей, государственных деятелей есть люди, которые помнят Зубренок именно с детства. И очень интересно мне как директор увидеть, когда приезжают и пытаются найти кусочек своего детства, по сути дела. Ну, есть, например, в книге Батраковой есть описание эпизода, как и первые романтические чувства зарождались в Зубренке. И мы знаем многие семейные пары, которые потом образовались. Но первые чувства появились. Это тоже, что ж, это шесть песней, слов не выкинешь, да? Это тоже важный момент. И были моменты, когда бывшие воспитанники приезжали делать предложения своим дамам сердца на берегу озера, нарыть в Зубренке. И такие есть факты. Потому что это юность, это молодость. Поэтому мы гордимся своими воспитанниками. Практически, куда бы я ни заходила, везде, в очень многих местах узнают. И стараются помочь Зубренку. Поэтому у нас очень много социальных партнеров. А социальные партнеры, вот как Иван Вабещевич или как Владимир Владимирович Фололеев, который присутствует здесь, сегодня они не просто бывшие работники или воспитанники Зубренка, а сегодня это наши лучшие социальные партнеры, которые приезжают и передают уже свой опыт нынешнему поколению Зубрят. Поэтому, если подводить итоги, потому что времени у нас мало, я хочу сказать, что 50-летний юбилей мы встречаем с хорошо уже сформированной воспитательной системой, с четкими ориентирами. Мы понимаем, хотя педагогический состав меняется, но традиции, которые заложены, они передаются из поколения в поколение. Но все-таки все равно мы считаем, что празднование юбилея – это как раз тот период, когда нужно подвести итоги и поставить новые задачи на следующий период. Потому что не может быть учреждение в состоянии функционирования каком-то, ему нужно обязательно пройти следующий этап развития, добиться следующего этапа. И так по лестнице постоянно в ногу с временем, что, я думаю, у Зубренка получается неплохо. Ну и также одним из свидетельств популярности нашего центра – это то, что иностранные граждане, в этом году уже Япония, мы говорим, едет только за приглашение 40 человек, часть едет за спонсорские средства, а часть уже оплачивает свои, причем это большая группа детей, которые платят. Где-то Япония, но они едут в Беларусь, и благодаря вот этим визитам и в Японии нас знают. Если мы с Китаем начинали было 50 человек, сейчас уже будет 200 человек отдыхающих, но также Китай делает жест, и также Япония приглашает наших детей. То есть это не односторонний такой, это двухсторонний обмен. И мы сегодня подошли к празднованию своего юбилея, говорю, это уже 58 зданий, это 167 сооружений, это сегодня 76 гектаров территории благоустроенной. Это целый такой мини-город. И я думаю, что мы ставим также задачи развития инфраструктуры и увеличения еще численности принимаемых детей, расширения географии. Из разных стран мы добиваемся, что вот Египет приедет первый раз, Вьетнам, Индия у нас уже была, но будут тоже делегации из Индии. У нас есть со своими всеми ближайшими странами, соседями развитые отношения. Поэтому в этом направлении мы будем работать и дальше. Ну и в завершение я бы хотела сказать, мы вас пригласим уже туда ближе к лету, летом, на пресс-конференцию, я думаю, вы нас поддержите, и проведем ее на нашей территории. Потому что если кто-то не был, то лучше увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо. Благодарю вас, Надежда Геннадьевна. Продолжаем, коллеги. Иван Григорьевич, пожалуйста, вам слово. Наверное, я могу сказать так, что став артистом, как минимум имел смысл становиться артистом для того, чтобы потом возвращаться в Зубрёнок. Ну, на самом деле так. То есть как-то так получилось. Что касается как раз преемственности поколений педагогического состава, то есть, ну, мой вожатый, Володя Гордей, ныне Гордей Владимир Павлович, остался работать в Зубрёнке. Сейчас он заведующий учебным отделом. Да, то есть, в общем, практически самый главный по учебной части. Он был у меня вожатым, и так получилось, что спустя, наверное, лет 20 после, там, может быть, 15, после того, как мы с ним виделись в качестве отдыхающего и вожатого, мы пересеклись. Там уже отправлялся кто-то из детей, друзей, провожали этого ребёнка в Зубрёнок, ну, и, то есть, просто пересеклись, увиделись, такой, Володя, Ваня. И с этого момента, где-то уже последних лет 10, я езжу в Зубрёнок, бывает, по несколько раз в год. Когда-то, там, с концертами, когда-то на какие-то мероприятия просто поговорили, когда-то с байкерами, когда-то, в общем, ну, абсолютно разные форматы присутствия там, но всегда очень-очень кайфово туда возвращаться. То есть, тот, кто был в Зубрёнке, ну, однозначно, то есть, всегда это тёплые воспоминания и желание, а вот повторить бы. То есть, у меня это получается. Что касается такой, как это, не знаю, там, даже не учебный, не воспитательный, а даже какой-то профессиональный, профессионального воспитания, тогда ещё, естественно, об этом не задумываюсь, но спустя годы я понял, что первый концерт, первое мероприятие в качестве ведущего, вот, полностью от и до, то, чем я начал потом зарабатывать, спустя многие годы, первое концертное мероприятие я провёл именно в Зубрёнке. И даже за это мне выдали грамоту. Это первый успех. Это, можно сказать, на тот момент это даже первый гонорар. И там же, естественно, песни пелись, и выступалось это всё со сцены, и всякие конкурсы. И, в общем-то, это даже было не то, что там конкурс ради конкурса, а это было круто выйти там и вот своим отрядом что-то сделать, что-то там станцевать, спеть, я не знаю, там, где-то победить. То есть, постоянное, там, даже если не победить, фиг с ним, мы, там, возьмём реванш в чём-то там следующем. Что у нас следующее? И, то есть, это постоянная жизнь в подготовке к какому-нибудь такому весёлому состязанию, доказывание самому себе, что ты чего-то стоишь. И как-то неудивительно, на самом деле, наверное, вот такая лагерная жизнь в Зубрёнке, то есть, вот, потому что я ещё помню Зубрёнок, когда он был пионерлагерем. То есть, я помню время, когда его называли белорусским артеком, и это уже было таким знаком качества. И именно там, наверное, ребёнок, сам того не осознавая, начинает отвечать сам за себя и за свои поступки. И, в общем-то, вот такие первые уроки самостоятельности реальной, вот это там. И это, на самом деле, очень нужно, потому что в наше время, когда бабушка за пятиклассником несёт портфель, условно говоря, это, наверное, вот как-то... То есть, хорошо воспитывать принцев и принцесс, давайте людей воспитывать, а люди как раз воспитываются в Зубрёнке. Вот, и, возможно, именно, то есть, у меня так получилось, что даже не задумываясь о том, можно сказать, профессию во многом я получил потом... То, что я попробовал в Зубрёнке. И у многих есть такая возможность и сейчас, и сейчас даже этих возможностей ещё больше, и это очень хорошо. Так что, welcome в Зубрёнок. Первые 50 почти пройдены, впереди ещё много по 50. Благодарю. Коллеги, продолжаем. Владимир Владимирович, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я впервые встретился с Зубрёнком в, будем ли, в 2004 году. То есть, это было абсолютно случайно. Ну, как отличник попал в Зубрёнок, потом оказалось, что это была юнкоровская смена. Ну, видимо, с этого всё и началось и вылилось сейчас в профессию. Вот. Потом сложилось так, но я думаю, что это такая ситуация была со многими ребятами-зубрятами. Многие приезжали работать вожатыми. И если кто-то работал вожатыми в течение всего года, я приезжал на лето. Вот. Но сумел себя зарекомендовать, видимо. Вот. А потом уже впоследствии, после завершения карьеры вожатого, сложилось так, что в Зубрёнке возрождалась юнкоровская смена. И попросили, ко мне обратились мои же вожатые, с которыми мы тогда общались ещё в детском возрасте, потом были коллегами, коллегами работали на соседних отрядах. Меня попросили помочь в организации юнкоровской смены, которая сейчас, по-моему, называется «Зубрятский корпус». Да. И конкурс, который проводится «Свежий ветер». Да. И конкурс «Свежий ветер». У нас уже пол факультета журналистики. Прошли через «Свежий ветер». Воспитанники. Вот. В качестве партнёров очень часто приезжают в Зубрёнок на встречи интересные. И вот эти встречи, я считаю, многим, возможно, объясняют суть профессии. Потому что приезжают, очень часто приезжают люди совершенно разных специальностей. Это и врачи, и учёные, и педагоги. И у детей есть возможность услышать успешного человека. Услышать человека, который находится в профессии, и который может кому-то дать волшебный пендель, как говорят, чтобы человек двигался в направлении этой профессии. Если говорить о партнёрстве ещё, ну, потом мы уже приехали в совершенно другом качестве в Зубрёнок. Мы проводили в Зубрёнке в течение пяти лет финал конкурса «Звонкая раница». Удивительный вообще проект был. Надо повторить. Ну, я думаю, что он не был. Я надеюсь, что он ещё возобновится. Но что вот хочется сказать по поводу Зубрёнка. В Зубрёнке учат дружить. В Зубрёнке учат дружить, работать и не останавливаться ни на чём. То есть всегда находиться в движении, всегда находиться в процессе самообразования и искать контакты в жизни. Потому что до настоящего времени, то есть это уже прошло 35 лет, мы общаемся с ребятами, с которыми мы были когда-то в отряде. Многие стали известными людьми. Кто-то работает в совершенно разных сферах, но всегда можно обратиться, всегда получить помощь. То есть эта вот зубрятская дружба, она остаётся, наверное, всегда. Благодарю. Коллеги, если у вас остались вопросы, ждём. Вопросы есть? Давайте на второй ряд. Добрый день. Домой Чулея Звезда. Скажите, Калиласка, какие всё-таки мероприемства будут до пятизилотиоди, и чумены будут одрозниваться от завычайных? Я хочу сказать, что мы каждый год празднуем как большой юбилей. И к нам стекается огромное количество гостей, причём и местные жители, и люди, которые в соседних санаториях отдыхают, может быть, и не имеющие отношения к Зубрёнку, потому что это всегда интересное шоу. И поэтому перед нами огромная задача в этом году хоть чем-то удивить. Вот сейчас после этой пресс-конференции мы поедем смотреть уже проект скульптурной группы «Наш вожатый товарищ и друг», который будет выполнять скульпторы, и проект помогает нам составить БНТУ. Во-первых, это открытие памятной скульптурной группы. Я бы хотела особенно остановиться на этом вопросе. Это не просто, это будет скульптурная группа, а она жизнью как бы нарисована и создана. Это работали два прекрасных парня на отряде. Вместе со своим отрядом в Зубрятском кругу есть такая традиция становиться в круг, когда все равны. И потом с этой фотографией была написана картина, она у нас в музее. И когда мы решали, какую скульптурную группу сделать, то решили, что обязательно надо, ну понятно, что весь Зубрятский круг сделать это очень дорого сегодня, но хотя бы часть этого Зубрятского круга. И я думаю, вот для тех, кто работал и кто отдыхал, вот это будет скульптурная композиция, как символ нашего 50-летия. Также мы решили, уже знали и видели проект, и уже готовы его реализовывать. Это у нас есть песня, в которой написано, что вожатское сердце должно быть большим, и не должен в нем гаснуть огонь. Вы понимаете, только когда горит это сердце и бьется вот в унисон с детскими сердцами, тогда может получиться вот эта магия взаимодействия. И поэтому вот это будет в ладони большое сердце с факелом. Вот тоже будет открытие. Ну, кроме того, мы планируем провести ряд фестивалей, те, которые мы традиционно проводим в течение года. Наш международный фестиваль в сроке будет проходить с 16 по 18 августа, это «Дружба без границ», куда приедут наши уже друзья из тех стран, которые постоянно у нас участвуют. Это будет фестиваль «Две страны, одна судьба», который мы проводим, это Россия и Беларусь. Это будет фестиваль «Играют дети, играем мы». Это тоже часть нашей уже длительной такой программы, но это будет юбилейный фестиваль. Приедут игротехники из разных стран, и главное, из наших лагерей, центров, такие как мы из разных стран, центры по братимы. Здесь мы планируем подписать с ними договора о сотрудничестве, утвердить программу на дальнейшее развитие. Приедут педагогические команды из этих лагерей, которые будут участвовать в этом фестивале. Также пройдет фестиваль лагерей Республики Беларусь. Мы его тоже традиционно в августе всегда проводим, в этом году он будет юбилейным, потому что кроме всех функций мы еще выполняем методическую функцию для системы лагерей Республики Беларусь. Мы проводим обучающие семинары, обобщаем опыт, делимся, участвуем в выставках и так далее. И вот будет этот фестиваль. Ну и также мы планируем собрать представителей посольств различных стран, в которых мы реализуем международные проекты. Ну а главное, конечно, это будет шоу-программа. Шоу-программа «Нам 50». Просто коротко и ясно называется. Мы всегда уже готовится лазерное шоу, готовятся коллективы творческие, детские, которые приедут, тон-стопом будет идти концерт. И хореографические, и вокальные группы будут выступать. Надеюсь, будут выступать вот наши... Беларуси и артисты. Друзья уже теперь мы называем, а среди артистов много. Хлестов у нас вырос, и Афанасьева первые шаги делала на нашей сцене. И многие другие. И в продолжение уже традиции у нас есть диск «Звезды и зубрятские хиты». Все наши песни, там на тот момент существовавшие, пели звезды белорусской эстрады. Сейчас мы готовим выпуск уже другого диска, где будут уже новые песни написаны, и, надеюсь, тоже исполнят наши звезды. Сейчас готовится к изданию книга, посвященная истории. Будет выпущен конверт специальный к этому празднику. Готовится еще одна книга воспоминаний. Это вот Владимир Владимирович как раз этим вопросом занимается. Будет для детей, конечно, игровая программа. Будет палаточный лагерь разбит, в котором будут соответствующие приемы гостей, поздравления. Будет такая программа, как по зубрятским вожатским вечерам, экскурс. Будет работать кинозал, где можно было бы посмотреть различные съемки разных периодов, фильмы различные, и хроника, и настоящее время. Конечно, это будет экскурсия для гостей по нашему центру. Сейчас мы уже готовим сувенирную продукцию. Уже закупили оборудование, на котором будем делать эту продукцию, потому что, знаете, все дорого. Решили сами, у нас есть бизнес-компания детская, привлечь детей в изготовлении этих сувениров. Будет работать фудкорт, потому что люди приедут некоторые на несколько дней, надо будет и кормить. Закупили технику для проведения, будем на электромобиле уже проводить экскурсии. Поэтому будет проводиться по лагерям. В каждом лагере в этом сезоне будет проходить день, посвященный зубрёнку. Вот сейчас мы уже разослали для детей, чтобы на сайтах была информация, в отделах образования и в школах. Будет вот рубрики отдельно. Сейчас идёт конкурс сочинений зубрёнок в моей жизни. Приз – это будет путёвка в зубрёнок. Для детей будет традиционный гуляй-город, который всегда проводится с интересом для детей. Я вам хочу сказать, что когда мы продаём путёвки на лето, то обычно пятая смена перед самым учебным годом распродавалась уже где-то к концу марта. В этом году первая смена, которая была раскуплена, это была как раз пятая юбилейная. То есть у ребят есть желание приехать. Причём сейчас уже как лишний билетик просят, что дайте путёвку именно на эту смену. Хотя вообще я хочу сказать, что в этом году как никогда, всё лето мы объявили, юбилейное лето будет много, в каждой смене, независимо, это в августе, в июне или в июле будут юбилейные мероприятия. Поэтому вообще в целом основная масса всех путёвок была распродана за два дня. Это я говорю о платной составляющей. Ну а кроме того, есть ещё бюджетные, куда направляют детей. Вот если вкратце такие основные моменты. Фильм будет сниматься, тоже уже есть договорённость. Одно и обязательно, конечно, те, кто приедут, кто такие вот, кто уже может рассказать и о себе, и рассказать о своих впечатлениях, обязательный, зубрятский, большой костёр, а потом отрядные костры уже с ветеранами зубрёнка. Также мы, естественно, приглашаем и Министерство образования, есть определённые планы их участия в торжественных мероприятиях. — Благодарю, Надежда Геннадьевна. Коллеги, если есть ещё вопросы, пожалуйста. — Здравствуйте, Владислав. — Владислав, включите микрофончик. Зелёные клавиши. Зелёные, зелёные. — Я так скажу. Надежда Геннадьевна, Вы упомянули про строительство эко-дома. Что это такое, чем он отличается от обычного дома в Зубрёнке? — Ну, это демонстрационный, экологически умный дом. Идея наша такова. Вот вы знаете, как у каждого человека есть какие-то планы. Вот как японцы, когда выстраивали свою экономику, они, например, решили, что каждый японец должен иметь телевизор в доме, потом там каждый должен иметь холодильник, потом должен каждый иметь свою отдельную квартиру, потом автомобиль, потом теперь уже загородный дом и так далее. То есть мы хотим детям показать образец, каким должно быть недорогое, доступное, современное жилище, которое, во-первых, изготовлено из экологических материалов. Это будет располагаться практически у уреза воды на расстоянии где-то 60 метров от берега на озере Нарочи. Во-вторых, это будет умный дом. Соответственно, в умном доме должно быть, вы знаете, теперь уже через всё, через Wi-Fi. Это и охрана, и освещение, и отопление, и так, чтобы можно было и музыку включить, и другое. Всё это с одного планшета. Это уже не такая новость, но не все дети приезжают, у нас из сельской местности ещё, чтобы они видели образец современного жилища. Это его вот часть демонстрационная, экологическая часть, это то, что он из экологически чистых материалов. Умный, это вот управляемый таким образом. А ещё у него функция будет, на первом этаже у него будет экологическая лаборатория, уже мы оборудование закупили для неё, и уже работаем. У нас зелёные школы будут. И сразу от дома будет спуск к озеру, там пирс на понтонах, и там будет располагаться метеостанция, которая будет следить за состоянием озера, воды, воздуха, почвы. То есть ещё будет работать на первом этаже экологическая лаборатория, и дети, которые изучают факультатив «зелёная школа», будут получать здесь практические навыки. А вот на втором этаже это будет умная квартира, в которой они будут приходить, там будут проводить время, отдых какой-то, и одновременно пользоваться вот этой умной квартирой. Это уже как демонстрационный объект. Вот что такое, если вкратце. Это финансируется ПРООН-программа, мы уже сейчас работаем, мы и ранее работали, мы проводили экологические смены. Это не будет только там одна группа какая-то небольшая, это будут смены, это будут летние, в учебном году смены. А потом в каждой смене будет профильный отряд «зелёная школа». Благодарю. Есть ещё вопрос? Звезда, пожалуйста. Вы сказали про международное супрацовничество. Расскажите, как ли, ласка, из каких краин больше за все детей приезжают, и на какой момент ведется навучение, и так далее? Ну, я, конечно, хочу сказать, что самое большое представительство – это Российская Федерация, потому что они имеют возможность участвовать не только в программах совместных, но они просто, поскольку нет барьера языкового, они просто покупают путёвки. Что самое интересное, российские дети стали сейчас просто пробиваться к нам в волонтёрский отряд, готовы платить деньги за путёвку. Я говорю, ну вы же, какие вы волонтёры за такие деньги? Нет, только дайте путёвку, и потом идут этот волонтёрский отряд. То есть есть ещё потребность в общественной активности, и Россия, конечно, на первом месте. Но приезжают также из Литвы, из Англии, приезжают из Польши, приезжают из Соединённых Штатов Америки, из Узбекистана, понятно, и из других стран. Понятно, что это люди, чьи бабушки, дедушки, родители – выходцы из нашей страны, и они приезжают в первую очередь. Есть их задача поддержать языковые знания, поэтому у нас есть такой объект – учебно-экскурсионный центр старожитной белорусской культуры «Хутор Неслуч». Это реальный, на этом месте был реальный объект – хутор, мы его воссоздали, и вот здесь есть и обучение белорусскому языку, и белорусские традиции, и танцы, и песни – это огромная такая программа. Что касается стран, которые мы уже перечисляли, которые по приглашению президента приезжают, или вот за счёт спонсорских средств, то у них разные задачи. Ну, например, Япония приезжает для того, чтобы как-то у них ещё одна познакомиться со страной, но также поддержать уровень русского языка, потому что это интересно им. Значит, познакомиться с новым языком, там уже целенаправленные дети. Что касается Сирии, например, понятно, что это первая задача оздоровления, потому что приезжают дети-сироты, дети, проживающие в приютах, хотя там это не принято, в основном, если есть родственники, то родственников. Но всё равно это дети, которым нужно просто укрепить здоровье, просто отдохнуть от военных действий, сменить обстановку. Мы обследуем их. Вы, наверное, слышали, что был такой случай, что вот у девочки, 10-летняя девочка, она имела осколок в ноге, у неё была опухоль на почке, слава Богу, что она оказалась доброкачественной. Но при обследовании, значит, это было обнаружено, и здесь была сделана операция, и многие других таких случаев. И, например, с японскими детьми, которые приезжают с Фокусимы. Это обязательное обследование эндокринолога, это УЗИ щитовидной железы, и у некоторых даже брали, там и биопсию проводили, чтобы, если, слава Богу, ничего плохого не было выявлено, но были даны рекомендации, например, вести наблюдение за своим здоровьем и так далее. Вот Туркменистан, например, приезжает из лицея имени Пушкина, у них, они изучают русский язык, они тоже приезжают поддержать свой язык. Как мы с ними работаем? У нас уже целая база переводчиков, японских, китайских, других, бесспорные тут помощники наши, это, конечно, лингвистический университет. Надо сказать, что мы вообще практически со всеми ВУЗами имеем договора о сотрудничестве, и это сотрудничество реальное. Вот сегодня у нас лед юных исследователей, и совместно, и БГУИР участвует в этой программе, и БНТУ участвует. Когда мы проводим в сентябре смену союзного государства Белоруссии и России кадетскую, кадеты с нашей стороны, кадеты с России, это 500 человек, то это тоже посещение, ну тут языковых барьеров нет, но это обязательно посещение наших высших военных учебных заведений, потому что многие приезжают потом и учиться сюда. Это и ознакомление с общими нашими историческими памятниками, например, такая, как Брестская крепость. Мы вот в прошлом году вывезли в Брест 500 человек. Для нас организационно это надо было питание, проживание там организовать, это очень сложный проект, но по эмоциональному вот такому восприятию, конечно, россияне были очень благодарны, что мы все-таки их свозили в Брест, они мечтали многие там побывать. Поэтому, знаете, каждая международная смена имеет свои разные, ну вот если говорить «две страны, одна судьба», так это фестиваль творческих коллективов России и Белоруссии, это вообще показать действительно нашу общую историю, это показать наши даже в творчестве общие какие-то корни, но в то же время и показать наши национальные различия. — Благодарю, коллеги. Если есть еще вопросы, последний вопрос, потому что у нас время подходит. — Портал Союзного государства. Надежда Геннадьевна, просто уточняющий вопрос. Планируется ли дальше продолжать такие вот смены Союзного государства? — Да, конечно. Сейчас вот мы работаем над постановлением Совета министров Союзного государства. Нам нужно принять по смене нашей за честь отчизны, чтобы она все-таки была на постоянной основе, потому что так у нас принимается ежегодное решение. И мы хотим ее сохранить, несмотря на то, что существует похожая смена в Орленке. Поэтому все эти проекты, они временем проверены и жизнеспособны, и поэтому мы будем продолжать. И, конечно, уже будем какие-то новые интересные внедрять. — Благодарю, коллеги. На этом мы будем завершать нашу работу. Спасибо большое всем участникам за выступление. Ну и до встречи на пресс-конференции в Орленке. — Зубрёнке. Мы определим такое время, чтобы совместить приятное с полезным, чтобы вы могли увидеть в хорошую пору зубрёнок и отдохнуть. — Спасибо. Всего доброго.